Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале Экзегет продолжаем читать Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом, и их ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Вот здесь, в 8 главе, повествуется о другом насыщении, уже, как мы понимаем, четырех тысяч семью хлебами, но история очень похожа на то, что было с пятью тысячами. Правда, здесь говорится о том, что сам Иисус выразил жалость к народу, милосердие, потому что, и вот дальше достаточно важно, три дня народ приходился при Господе и слушал его поучения. «Если не евшими, отпущу их в дом, и ослабеют в дороге». То есть, в данном случае, слово Спасителя было настолько захватывающим, дух человеческий, что человек готов был очень долго не есть, но все-таки, и это важно, что сам Спаситель признает, человек должен подкрепляться пищей и всему свое время. В данном случае он жалеет, что народ может в дороге ослабеть. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустынях любовь, чтобы накормить их. Вот опять ученики выражают недопонимание, как сможет Христос накормить народ, хотя, казалось бы, сравнительно недавно были свидетелями величайшего чуда и участниками этого чуда насыщения пяти тысяч пятью хлебами. Мы говорили о том, что чудо, направленное на удовлетворение потребностей плоти, каковым было насыщение пяти тысяч пятью хлебами, оно не открыло дух апостолов и, соответственно, не дало им этой духовной памяти о том, что Христос может не один и не два, а постоянно питать народ хлебами из ничего. И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу, и было у них, и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. Но в данном случае, конечно, Спаситель вновь совершает чудо насыщения людей хлебами для того, чтобы апостолы усвоили очень важную мысль. Господь своим божеством может это делать постоянно. То есть то, что было насыщение, оно не единократное и не случайно получившееся, а то, что находится в его божественной власти. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовать от него знамени с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Истинно, говорю вам, не дастся роду сему знамения. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Но в данном случае мы понимаем, что фарисеи просили у Господа знамения с неба. То есть чего-то такого, что могло бы заворожить дух, парализовать волю. Гром с неба, огонь с неба, землетрясение. Может быть, что-то в воздухе, какие-то притворения. То есть в данном случае, с одной стороны, мы понимаем, что и такие знамения бывают. Но непонятно, на первый взгляд, почему они не удовлетворяются теми чудесами, которые совершает Господь. По крайней мере, вот на священии пяти тысяч пятью хлебами или четырех тысяч семью хлебами. Ну вот здесь вопрос, может быть, открывает само Евангелие. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Вот этот глубокий вздох Спасителя, он, конечно, по объяснению толкователей, чаще всего свидетельствует о том, что Господь скорбит об ожесточении этих людей, которые к Нему подошли. Они, как понимает сердцеведец Господь, уже неисправимы. И, соответственно, знамения они требуют не для того, чтобы поверить в Него, как в Христа, а для того, чтобы перед остальными засвидетельствовать, поскольку Господь знамение не даст, что Он не может этого сделать. И вот в данном случае Господь, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. То есть Он не стал с ними ни спорить, ни убеждать их, что они неправы. Почему? Потому что понимал, определенная точка невозврата ими уже пройдена. Они не способны ни к покаянию, ни к истинной вере. Их только можно оставить. При всем ученики Его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А Он заповедовал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской, фарисейской закваски иродовой. И рассуждая между собою говорили, это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что у вас нет хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окамененно у вас сердце? Имея очи не видите, имея уши, не слышите и не помните. Ну, вот здесь мы видим, сам Спаситель свидетельствует о том, что, несмотря на величайшие чудеса насыщения людей хлебами, сердце апостолов было закрыто. Или, как говорит Господь, было окамененно. Окамененно, но, опять же, скажем, потому что они помышляли о земном, и о земной пище, и о земной славе. А вот предупреждение Спасителя беречься закваски фарисейской и иродовой после того, как он покинул фарисеев, конечно, было связано с другим. Что такое закваска фарисейская? Ну, по объяснению самого Спасителя, это лицемерие. А закваска иродова – это предпочтение религиозных интересов политически. И вот в данном случае фарисеи, конечно, налицо были заквашены на этих страшных дрожжах. Лицемерия и политического предпочтения религиозному. То есть, в данном случае мы знаем, что ждали они совсем другого мессию, в отличие от истинного Христа. То есть, того, который придет и даст возможность иудеям быть политическими вождями, быть правителями земными. И в комфорте, и в уюте жить. Но дальше Господь наставляет апостолов. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему – двенадцать. Но в данном случае апостолы свидетельствуют о том, что они сами своими руками хлеба собирали. То есть, как они могли забыть чудо? Они не забыли его, но они не сделали правильных выводов из того, что видели. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали семь. И сказал им – как же вы не разумеете? Ну вот в данном случае что не разумеете? Ну опять же скажем, что не разумеете? То, что спаситель имеет силой божества постоянно эти чудеса совершать, свидетельствуя о том, что он Бог во плоти. Приходит в Евсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он взглянув, сказал – вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему, велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно, и послал его домой, сказав – не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Вот эти последние слова, прочитанные, они по объяснению толкователей связаны с чем? С тем, что человек, вернувшийся в селение и рассказывающий жителям этого селения о том, что с ним произошло, мог бы подпасть опять под их дурное влияние. Откуда мы можем сказать, что было дурное влияние на этого человека в том селении, откуда был он? Говорится о том, что это чудо совершено в Вифсаиде. Вот Вифсаида – это тот город, который в свое время Господь проклянет. Горе тебе Вифсаида, горе тебе Хоразин. В данном случае здесь были люди, категорически отказывающиеся верить. Поэтому на фоне их слепой человек, который, может быть, в силу того, что не видел, как раз не потерял до конца веры, оказался способным к тому, чтобы прозреть. Правда, не сразу. И вот здесь опять это чудо свидетельствует о том, что человек, просящий Господа, о чем-то сам является участником чуда. И в данном случае ступенчато происходит исцеление. Сначала человек видит людей, проходящих как деревья, то есть не до конца получилось исцеление. Но потом, когда Господь возводит его веру на высшую ступень, то есть чтобы он поверил в то, что перед ним истинный Христос и Сын Божий, то человек получает прозрение полное. Надо сказать, вот этот фрагментик текста. Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья, многих в древности переписчиков и толкователей смущал. И некоторые из них даже этот текст опускали, чтобы не компрометировать как бы в глазах читателей самого Господа. Вроде как бы делая вывод, что у Спасителя не хватило сразу сил полностью дать исцеление этому человеку. И пошел Иисус с учениками своими в селении Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же, за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? В данном случае для Спасителя по дороге в селениях Кесарии Филипповой, то есть там, где по всей вероятности с ними уже никого не было, ни из обычных людей, ни из «доброжелателей», в кавычках, он спрашивает апостолов, чтобы они, не стесняясь, ответили ему, что на самом деле народ думает о Христе. И вот в данном случае мы видим, что народ почитает Иисуса не как Христа, а как одного из. Иоанн Креститель, Илья, иные пророки. И вот тем ценнее на фоне этого неправильного народного исповедания услышать за кого почитают его сами апостолы, его ближайшие ученики. Ну и вот здесь мы видим, Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержен у старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И говорил о семь открыто». Ну вот мы видим, во-первых, что тотчас, но только после того, как апостолы исповедовали Иисуса Христом, он им впервые открывает о том, что ему надлежит пострадать. Но видим и другое. Петр исповедует Иисуса, «Ты Христос», а Господь запрещает апостолов, чтобы никому не говорили о нем, как о Христе. Почему? Ну потому что, во-первых, народ ждал другого Христа и услышав о том, что перед ними Христос, и подумав, что это тот, которого ждет народ, то есть все бы было сведено к такой политической, экономической плоскости, народ бы возжелал его опять и опять воцарить, и это привело бы, конечно, к преждевременным страданиям. С другой стороны, конечно, Христос понимал, что ему надлежит вскоре пострадать, быть отвержену, оплевану, убиту, и, конечно, это соблазнило бы народ, который бы, услышав о нем, что он Мессия, потом бы не наумевал, какой же он Мессия, если он страдает и, более того, претерпевает смерть. В общем-то, этим все и закончилось в конце, и это же Евангелие от Марка будет нам приводить тексты, когда в упрек будут уже распятому Христу ставить, если ты Христос, сойди с Христа, и так далее. Но важно еще и другое, что вот эти слова Господа о том, что его надлежит быть убитым и в третий день воскреснуть, и открыт он это им впервые говорит, у Петра вызывают, ну, можно сказать, недовольство, недоумение, и мы видим, Петр, отозвав его, начал прикословить ему, ну, то есть не при всех апостолов, а, видимо, в сторонку отводит Господа, может быть, просит его, можно я тебя спрошу о чем-то, и вот в данном случае в сторону-то отводит и прикословит, но читаем дальше 33 стих, он же, то есть Иисус, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот это замечание Евангелия от Марка, взглянув на учеников своих, по объяснению толкователей, свидетельствует, что и прочие ученики думали точно так же, как и Петр. И, по сути дела, обличение Петра относилось ко всем ученикам. Не надо, говорит Господь, так считать. Отойди от меня, сатана. Ну, сатана тут в данном случае противник, а слово отойди от меня, дословно, как оно стоит в подлиннике, должно быть переведено следуй за мной, то есть с глаз моих. То есть в данном случае Христос в каком-то смысле, да, очень жестко, но все-таки призывает Петра идти тем путем, которым намеревается Господь идти, и не думать о том, что человеческое. Ну, то есть в данном случае поиск выгоды и комфорта, а о том, что Божие. А Божие — это спасение человека через крест. И дальше, по сути дела, вот Господь подводит это учение о кресте уже непосредственно к своим ученикам и подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ну, понятно, что это слова, которые еще раз указывали для всех, что путь Христа может закончиться только крестом, то есть смертью. И в данном случае слова, обращенные к ученикам и к народу, кто хочет идти за мной, возьмись крест свой, то есть тоже иди на смерть. Ясно, что это слова, которые должны были возмутить апостолов. И возмущали, конечно. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелие, тот сбережет ее. Ну, душу или жизнь, конечно, здесь спаситель очень четко обозначает жизнь будущего века. И вот ради блаженной вечной жизни Господь говорит, если человек будет сберегать свою жизнь такой, какая она у него есть, ну, то есть повернутая на себя, на личный эгоизм, на самолюбие, тот для вечности ее потеряет. Но тот, кто отвержится своей души ради Евангелия и Христа, тот для вечности ее сбережет. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Ну, вот важные слова, свидетельствующие, что в глазах Божьих душа человеческая гораздо дороже, чем весь мир вместе взятый. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Ну, на самом деле, какое бы богатство ты не приобрел, живя здесь на земле, оно не выкупит тебя для вечной жизни, оно погубит тебя. Ибо кто постыдится меня и слов моих, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда приедет в славе отца своего со святыми ангелами. Ну, вот последние слова свидетельствуют, конечно, о важном учении о втором пришествии нашего Господа, которое, конечно, для современных Христу иудеев было закрытым, скорее всего, и непонятным. А вот слова, кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын. Ну, вот здесь можно поставить вопрос, чего постыдиться. Да, вот этих самых, что ни на есть простых, заповедей христовых, которые здесь он говорит. И в том числе это заповедь о кресте и о необходимости потерять душу свою ради Христа и Евангелия. То есть отказаться от той греховной, страстной жизни, которой живет человек. Может быть, конечно, это слова достаточно тривиально звучащие, но весь драматизм в ситуации ведь заключается в том, что нет возможности принципиально соединить свою греховную жизнь с несением креста или-или. И поэтому для того, чтобы взойти на свою личную Голгофу, человек, конечно, призывается полностью продать, говоря евангельским языком, имение свое. Вот здесь заканчивается 8 глава Евангелия от Марка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова